Добрый вечер. Добрый вечер всем. Я рада вас приветствовать и попрошу сейчас поставить в чате плюсики, поставить смайлики и показать мне, что вы меня слышите и видите, чтобы я понимала. Хорошо. Двук хороший, видео хорошее. Отлично. Как ваше настроение? Вы сегодня отдохнули, сегодня выходной, да? Поэтому можно сейчас пообщаться. Отлично. Мы сейчас будем вначале настраиваться на общение. Мне тоже необходимо некоторое время, чтобы войти в состояние определенный режим работы, переключиться от своих домашних вопросов. Вот, поэтому вначале, да, давайте поулыбаемся друг другу, да, набросаем смайликов и сердечек, плюсиков. Вы знаете, что это очень хорошо работает, особенно, ну, вот чувствуется для ведущего, потому что, ну, вот, когда сидишь один в комнате возле экрана перед компьютером, такое ощущение, как будто разговариваешь, ну, вначале как будто разговариваешь сам с собой. И у меня не так много опыта, да, и мне порой так сложно бывает. Мне кажется, что я странно себя веду и разговариваю сама с собой. Поэтому, когда вы мне там машете ручкой, улыбаетесь и пишете плюсики, я тогда успокаиваюсь и понимаю, что я здесь не одна, что вы на другом конце провода, что вы меня слушаете, все, что мы с вами вместе общаемся. Так, нас уже 18 человек. Замечательно, замечательно. Буквально ещё одну минуточку, да, и мы будем начинать, да, наш вот этот вебинар. Алексей, Алексей, у нас будет запись, да? Я так правильно понимаю, ты запишешь, напиши, будет запись, чтобы мы понимали и знали. Да, запись будет, отлично. Хорошо, дорогие мои, у нас будет запись, это первое. Вот, и мы будем приступать к нашему общению. Сегодня у нас такая тема, как я и обещала, да, вообще тема касается здоровья человека. Я немножко повторюсь, что я пришла к такому пониманию, что человек – целостное существо, и исцеление должно происходить целостно. У нас сформировалось три простых шага, да, которые нужно пройти для того, чтобы чувствовать себя здоровым. Это восстановить свою энергетическую оболочку, вот, и восстановить своё физическое тело, а потом их запитать, будем так говорить. И что значит восстановить? В моём понимании это, в первую очередь, очистка. Мы говорили о том, что вначале нужно начинать с очистки тонких тел, потому что всё начинается на тонком плане, и от нашей энергетики зависит наше физическое состояние. После того, да, мы говорили о том, что у нас есть два способа, как это сделать. Первый способ – это обратиться к специалисту, например, ко мне или другому специалисту, который поможет очистить тонкие тела от негативных энергий и вибраций. Второй способ – это самому стать целителем, овладеть навыками определёнными, способностями и самому очищать свои тонкие тела от негативных энергий. Значит, именно с этого нужно и начинать. После этого необходимо приступать к очистке физического тела, потому что наше физическое тело, оно зашлакованно, оно, значит, имеет интоксикацию, оно у нас застрессовано, и в первую очередь, как мы говорим, это влияет наш образ жизни. То есть это наша еда, которую мы потребляем некачественную, это экология, и это вода, это абсолютно правильно. Но это всего лишь очень-очень небольшая часть того, что на самом деле находится в нашем организме. Потому что основная зашлакованность и вот эта застрессованность, она не от этих факторов, да? Да, какая-то там доля проценты абсолютно верна, но откуда же всё остальное у нас в организме? Откуда эти шлаки? Откуда эти токсины? Откуда у нас этот хронический стресс? Откуда всё это у нас в организме накапливается? И я вам отвечу, это в первую очередь паразиты. Паразиты – это различные вирусы, грибки, бактерии и гельминты, то есть элементарные черви, как вы понимаете. Я не говорю сейчас о полезных бактериях, которые у нас проживают, которые нам помогают. Я сейчас говорю о патогенной микрофлоре и патогенной микрофауне. Патогенная микрофауна – это гельминты. И мы сегодня будем, я буду о них много сегодня говорить. Буду говорить очень много и, возможно, не очень красивыми словами, чтобы донести до вас на самом деле суть всей проблемы. Потому что когда люди слышат слово «гельминты», «паразиты», каждый человек воспринимает это как личное оскорбление, потому что ему кажется, что это где-то там, далеко у кого-то, но только не у меня. И это, в принципе, нормальная реакция, потому что представить себе и вообразить, что внутри тела проживает кто-то ещё, и всё, но мозг просто отказывает. Знаете, это такая ситуация, как вот с тонкими телами. Когда я говорила, да, что у человека есть некая аура, энергетическая оболочка, большинство людей воспринимает это как выдумку, какую-то миф, потому что ну какая такая аура, где она? Я её никогда не видел, да, значит её и нету. Раз я её и не видел, значит её и нету. Точно такая же реакция происходит, когда человеку говоришь о паразитах. Он точно так реагирует и примерно говорит, что какие паразиты, я никогда их не видел, я никогда их не встречал, и поэтому их у меня просто нет. Ну согласитесь, ну абсурдно, да, абсолютно абсурдно думать, что их нету, только потому что ты их не видел. Потому что когда ты их уже увидишь, это уже будет, ну, через чур, так сказать, эффектно, да, чтобы их увидеть. То есть получается такая вот у нас скрытая система, да, мы не видим эту ауру, считаем, что её, ну, не существует, мы не видим этих паразитов. Смотрите, это в основе лежит, везде есть, работают свои законы, и вот этот закон называется закон Гермеса-Тригермеса, что закон Гермеса-Тригермеса, что вверху, то внизу. Это был какой-то такой древний философ, и он вывел семь законов Вселенной, и один из них говорит, что вверху, то внизу. Принцип подобия. То есть везде всё имеет отражение, да, тонкого плана на физическом плане. Понимаете? Так вот, здесь именно такая ситуация. Никакой ауры нету, и никаких паразитов нету. И я в танке, вот я как страус голову в песок засуну, и буду делать вид, что ничего нету, и ничего не существует. Вы знаете, что? Существует. Знаете, как в этом детском мультфильме про Мадагаскар, да? Трапеция Американо, она существует. Точно так и здесь. Она существует. И я вам сейчас буду рассказывать о паразитах. Что я вам расскажу? Паразиты бывают разные. Под словом паразиты я сейчас подразумеваю гельминты. Гельминты – это черви. Маленькие-маленькие и большие-большие. Чтобы вы понимали, когда я говорю слово паразиты, я подразумеваю гельминты. Гельминты – это черви, проще говоря. И они бывают очень маленькие, от нескольких миллиметров, и очень большие, до нескольких метров. И я сейчас вам расскажу, как они себя ведут в организме человека и что происходит с человеком. И вы знаете, что? В чем суть этого моего вебинара? Что я буду вам рассказывать свой собственный опыт. Да, я, конечно, много читала в интернете. Я, конечно, смотрела разную литературу. Очень хорошо в этом процессе мне помогали мои клиенты, которые приносили мне различные статьи, давали мне ссылки, очень интересные книги читать. Конечно, я много чего начиталась. Я прошла обучение, был такой платный вебинар «Гельминты. Белковая материализация сил зла на планете Земля», где с позиции, как бы будем говорить, эзотерики, духовности, рассказывали о гельминтах. Весьма интересные вещи. И, конечно, я насобирала много информации. Но я буду сейчас не просто пересказывать эту информацию, потому что, в принципе, вы можете и сами зайти в интернет и почитать. Я буду рассказывать эту информацию с позиции собственного опыта, потому что я провела очень много различных исследований, и у меня огромное количество результатов на эту тему, и я хочу поделиться с вами. Возможно, в процессе, когда вы будете слушать мои результаты, вы наконец-то поймёте, потому что мы так устроены. Знаете, вот смотрю в книгу и ничего там не вижу. Мы читали, мы где-то слышали, нам кто-то говорил, паразиты, гельминты, но как будто к нам это не относятся. Знаете, ещё так говорят, пока жареный петух не клюнет. То есть, возможно, вы эту информацию смотрели и читали, но не приняли к сведению. Эта информация просто до вас не дошла. Можно слушать и не слышать. Можно видеть и не видеть. То есть можно смотреть и не видеть. Вот что происходит с людьми на самом деле. И совсем другая происходит ситуация, когда кто-то рассказывает свой личный опыт. Почему? Потому что опыт реального живого человека нами воспринимается буквально, и принимается, потому что это живой человек, и у него есть такой опыт. И тогда мы это воспринимаем намного эффективнее, скажем так. Скажите, вы вот с этим согласны моментом по поводу начитанных, так сказать, историй и реальных живых. Да, вот мне пишут, да, я тоже. Вот это я знаю из своей практики, потому что когда читаешь это одно, ну, почитал, захлопнул и забыл. Когда кто-то рассказывает свой опыт реальный, это воспринимается по-другому. И на сегодняшний день, значит, по обнародованным данным Всемирной организации здравоохранения 80% населения планеты Земля заражено паразитами. Я думаю, что эту цифру можно даже увеличить. По некоторым данным, это 90%, 95% и даже 99% населения. Эта цифра невероятно огромная. Даже если взять 80% населения, то вы понимаете, что из 100 человек 80% заражено паразитами. И только 20% нет. И то под большим-большим вопросом. Понимаете? Для меня эта цифра, ну, в общем, впечатляющая на самом деле. И сейчас существует огромное количество различных болезней. Огромное количество неизлечимых болезней, которые наша медицина пытается лечить. И как вы думаете, почему это происходит? Да, по разным причинам. Да, конечно, экология, вода, питание, стресс. Но основная причина – это паразиты. Я вот сейчас буду листать одну статью. У меня вот здесь вот есть планшет, и у меня в планшете есть одна весьма интересная статья. Я думала её пересказать, потом я думала её прочитать, но сейчас я просто зачитаю некоторые факты, да, некоторые факты из этой статьи, чтобы вы услышали. О, у нас уже 22. Буквально вот я буду листать эту статью и кратенько вам читать. На сегодняшний день абсолютно известен всем работникам моргов и лицам, причастным к патологоанатомической деятельности, тот факт, что тела более 85% всех вскрытых после смерти людей переполнены червями разной формы, длины, которыми поражены многие органы помимо кишечника. Лабораторные исследования также показывают присутствие большого количества глистов, яиц, гельминтов, грибковых паразитов и других простейших микроорганизмов в лёгких мышцах, суставах, половых органах печени, головном мозге, крови, коже, а также в глазах. И здесь дальше идёт целый список различных заболеваний, причиной которых являются гельминты. Я не буду читать, я вот очень-очень кратенько, да. Бронхит, пневмония, туберкулёз, сахарный диабет, атеросклероз, заболевания слизистых оболочек, воспаление на губах, конъюнктивит на глазах, воспаление в горле. Дальше идут заболевания кожи. Это вот кожные заболевания, это просто очень распространённое явление, да. И что касается кожи, такие как прыщи, угри, грибок между пальцев, даже трещинки на пятках, да, это всё имеет причину паразитарную. Сухость кожи. Следующий файл – это аллергия, да. Вот аллергия – это, ну, просто, так сказать, очень распространённое заболевание. У людей аллергия на всё. Аллергия на цитрусовые, аллергия на клубнику, аллергия на конфеты. Знаете, есть даже такие явления – аллергия на грудное молоко. Таких учиться спросить, а на воздух у тебя нет аллергии? Может, уже заткни нос, да и не дыши, да. И действительно есть такие детки, у которых аллергия на всё. Ну, вот представьте, как вообще человеку можно жить и существовать, если у него аллергия на всё, да. И, вы знаете, люди так, ну, придумывают такие невероятные вещи, абсурдные, да. Они вот себе вбили в голову, что нет аллергии на тополиный пух. И распространили вот это вот массово, что аллергия на тополиный пух. Прямо, вот давайте вырубим все тополя, потому что у нас аллергия. У нас тогда начинает там в носу щекотать, глазки слезится, мы чихаем, у нас аллергия на тополиный пух. Нет. Мои дорогие, нет. В природе не существует такого явления, как аллергия. Это я говорю вам из собственного опыта на базе вот этих моих исследований. Не существует. Просто давайте с вами включим логику и будем рассуждать. Природа, она создала для нас всё самое лучшее. В природе есть всё. Есть все полезные микро-макроэлементы. Есть солнышко, есть водичка, есть продукты, фрукты. Всё лучшее природа создала для нас. Скажите мне, как может у человека, как человеку может быть плохо от клубники? Вы ели клубнику? Да её можно ведро съесть на радостях, потому что она такая вкусная, она такая сочная, ароматная. Она выросла на солнышке. Она напитана вот этим теплом. Её просто хочется съесть. И вдруг аллергия. На завтра лицо обсыпало, значит, всё тело чешется, глаза отекли, не знаю, что там ещё. В общем, у меня аллергия на клубнику. Всё, клубнику есть не буду. У ребёнка аллергия на клубнику. Клубнику ему давать не будем. Дальше. Дали этому ребёночку один раз в жизни апельсиночку, и его тоже обсыпало. Значит, вывод. Аллергия на цитрусовые. Всё, цитрусовых ему больше в этой жизни не дадим. Это смешно. Это просто на самом деле смешно. И миллионы людей, детей, страдают вот этой аллергией, да, и лишают себя такого удовольствия, как вкусная ягодка, вкусный мандаринчик, вкусный апельсинчик. Так вот, на самом деле аллергия не от клубники и апельсинки, а от того, что когда вы скушали эту клубнику и апельсинку, внутри организма активизировались все ваши паразитики, накушались этой клубники от души, и нагадили, извините, столько, что всё это дерьмо полезло наружу и обсыпало прям пятнами, всё начало чесаться, потому что всё выводится через кожу. Кожа – это самый большой орган. Я не знаю, я не владею научными этими терминами, но вы знаете, как у нас происходит очищение, естественно. Это мочевая система, выделительные все эти системы, через пот выделяется, через дыхание. Так вот, кожа – это самый большой орган, через который мы и дышим, и очищаем изнутри вот эти токсины. Поэтому у нас вывод – аллергия на клубнику. Всё, клубнику есть, не будет. А почему на тополеный пух аллергия? Это уже мои такие понимания, мои откровения, потому что я, когда на эту тему размышляю, когда общаюсь с клиентами, когда я вижу результаты, мне просто приходит понимание. Я могу ошибаться, я не претендую на сверх какую-то истину, тем более, что я не врач, я не паразитолог, я не специалист в этой области. Я просто обычный человек, который имеет опыт в этой теме. А так вот, знаете, почему аллергия на тополеный пух? Потому что есть такие виды гельминтов, которые именно в этот период, когда цветёт, когда тополеный пух, в начале лета, то есть весна-лето, вот весна-лето, да, так вот, в этот период эти гельминты начинают активно размножаться. У них начинается, ну, некий брачный период, когда они настолько активизируются, что человеку становится плохо. Организм пытается вывести эту интоксикацию, человек начинает чихать, сморкать, слезиться и так далее, чтобы хоть как-то очиститься от этой грязи. А тут как раз это поленый пух. Поэтому вот придумали просто вот, я даже не знаю, кто это мог придумать, да, но это именно так, это именно так. Дальше читаем. Что там дальше? Я буду подсматривать в эту статейку, потому что очень весёлая статья. Значит, с аллергиями. Дальше запоры, комментировать не буду. Поносы, не буду комментировать. Геморрой. Заболевания кожи, да, проблемная кожа, шелушение, говорили. Астма – тяжелейшее заболевание, которое пожизненно и не лечится. У людей бывает какой-то там приступ, шок, они ходят постоянно с лекарством, они носят в кармане какое-то средство, баллончик, которым постоянно пользуются, потому что они могут задохнуться, да, и, ну, невозможно это вылечить обычными средствами. Читаю. Астма может быть вызвана различными паразитами. С большой вероятностью микроскопическими личинками аскорид. Аскориды – это глисты-гельминты. Как только личинки аскорид выводятся в желудке, они начинают мигрировать не в кишечник, как основная масса паразитов, а в лёгкие заражённого человека. Они раздражают слизистую лёгких и провоцируют кашель, во время которого люди обратно их проглатывают. Так цикл путешествий от глиста продолжается. И астма тоже. Ну, не буду дальше читать. Так вот, на эту тему сразу расскажу реальную историю. Значит, одна моя клиентка, очень хорошая, замечательная женщина, страдает от кашля. Она кашляет постоянно уже более 20 лет. Вот понимаете, у человека вот тут постоянно кашель, вот фоново. Иногда бывают такие приступы кашля, и этот кашель никак не лечится ничем. Как она сказала, за 20 лет она прошла обследование во всех клиниках и поликлиниках и использовала всё, что только можно было, но никто никакой причины не выявил. Вот я в очередной раз зашла к ней домой, и она снова закашлялась. Я говорю, послушай, у тебя глисты. Она говорит, ха-ха-ха, ты вообще цвинулась. Причём тут кашель и глисты? Ну, понимаете, это очень деликатная тема. Вы знаете, что происходит с человеком, когда ему говорят, вот у тебя глисты. Человек воспринимает это как личное оскорбление, да, потому что, ну, понимаете, вот такое сложилось мнение, что глисты – это, ну, где-то там, у бомжей, а я, взрослый человек, мою руки с мылом, ну, какие глисты. Поэтому я не стала с этой женщиной на эту тему углубляться и общаться. Вот ха-ха-ха так ха-ха-ха. Вы знаете, через полгода ей поставили диагноз онкология. И эта тема всё туда же, к паразитам. На самом деле 90% онкологических заболеваний возникает по причине того, что в организме находятся гельминты. Что там происходит? Когда они находятся в организме, они выделяют, они очень много чего там вытворяют, но один из элементов – они выделяют продукты своей жизнедеятельности, продукты распада. И организм не успевает вывести вот эти токсины, которые они выделяют из организма естественным путём, и он начинает их складировать в одно место. Таким образом образуется метастаза, образуется опухоль, образуется киста, которая потом может определённым образом мутировать и превратиться в злокачественную опухоль. Это не 100% так, но это один из моментов, одна из причин возникновения онкологии. Я недавно слышала такое. Да, значит, вот мне в чате, вы видите, а вы же видите чат, я недавно слышала такое. Я не ем сырое мясо, какие у меня могут быть глисты. Ха-ха-ха. Вы знаете, что мне тоже так говорят. Все люди разные, да, и вот ко мне приходит клиент, и я очень тактично пытаюсь донести, что вот у меня есть, так сказать, предположение, что у вас есть гельминты. И человек мне говорит, ха-ха-ха, откуда они могут у меня быть? Я говорю, ну, мясо. Я не ем уже три года. Я говорю, рыба. Я не ем уже два года. Я говорю, а до этого вы что, тоже кислородом питались? Человек не ест мясо два года и думает, что он обезопасил себя от проникновения гельминтов. А то, что он до этого 20 лет это мясо с удовольствием кушал и накушался этих паразитов вместе с мясом уже целую, так сказать, тонну, а живут они в организме по 25 лет, прекрасно проживают там. И он думает, что он таким способом решил проблему. Я уже встречалась с этим. И поверьте мне, это не факт и не гарантия, что если вы отказались от мяса, у вас нет в организме паразитов. Возможно, вы их туда заселили, когда вы кушали мясо. Боли в суставах и мышцах, анемия, нарушение сна, бессонница, хронические заболевания центральной нервной системы, снижение иммунитета, импотенция. Урогенитальная трихомонада, это простейший одноклеточный паразит, может своим присутствием в организме мужчины вызвать импотенцию, так как в рацион его питания входят сперматозоиды. Как вам нравится? Потрясающе! Хроническая усталость, слабость, рассеянность, тяжесть в голове, резкая утомляемость, отсутствие сосредоточенности. Снижение усвоения белков, жиров, углеводов, а также необходимых микро- и макроэлементов и витаминов. Очень важный момент, чтобы вы еще понимали, что делают паразиты в организме. Паразиты в организме питаются самым-самым ценным и полезным, что поступает туда. Это витамины, микро- и макроэлементы. Это все самое ценное и самое полезное. Они это кушают и высасывают просто из организма. Поэтому скушали там свежих огурчиков, помидорчиков, да, у вас может фоново быть недостаток витаминов и микро- и макроэлементов. Вот здесь написали. Да, вот. Я вижу чат. Американские ученые открыли, что триматоды какого-то вида при своем развитии в человеческом организме выделяют естественные распады своей деятельности. Один из таких распадов вызывает стремительное деление раковых клеток. Исследования ученых доказали, что в организме большинства больных раком находятся триматоды. После уничтожения паразита и устранения токсинов из организма больного неизлечимые болезни также исчезали. Понимаете? Еще более того скажу сразу из своей, так сказать, практики, что гельминты — это живые существа. Они имеют длину волны и определенную вибрацию. Так вот, они в организме человека маскируются под различные органы. И иногда длина волны органа совпадает с длиной волны паразита. И поэтому отследить его волновым методом крайне трудно. Но про методы я сейчас расскажу более подробно. Долистаю эту статью. Трихомонады играют главную роль в развитии СПИДа. Именно они, а не лимфоидные клетки человека, как утверждает официальная медицина, представляют основную причину появления вируса иммунодефицита человека. Человек может быть хозяином более нескольких тысяч видов паразитов от мельчайших микроорганизмов до метровых глистов. Популяции и разновидности паразитов растут с каждым днем. И традиционными методами диагностики на сегодняшний день невозможно выявить и даже 30-40% паразитов. В России по статистическим данным более 65% обследованных пациентов заражены токсоплазмами. Мельчайшие паразиты, обитающие в головном мозге. Это внутриклеточные паразиты, разрушающие клетки головного мозга, а также живущие во внутренних органах, мышцах и лимфоузлах. Заражение происходит от кошек, собак, птиц, а также через молоко животных. Паразиты способны жить в организме человека годами и даже десятилетиями, приспосабливаясь и к самым неблагоприятным условиям. Они активизируются тогда, когда снижается иммунитет организма человека после тяжелого заболевания, стресса, вследствие воздействия неблагоприятных экологических факторов, вредных излучений, медикаментов и испорченного образа жизни. Скажите, как вам это все нравится? Фильмы ужасов отдыхают. Кстати, да, я вам еще потом сброшу ссылочку на один фильм, да, значит, сразу скажу, слабонервным не смотреть, на ночь глядя не смотреть, и когда будет тошнить, запивать водичкой. Значит, смотрите, да, все болезни от паразитов и грибков. Давайте не будем говорить, что все болезни, но большинство это действительно так, потому что паразиты, за последние паразиты, они, как это сказать, сопровождали человечество на всем протяжении его существования. Но в последнее время, последних 100-200 лет, за счет того, что цивилизация, как это сказать, развитие произошло настолько мощно, да, то есть и во всех сферах жизни паразиты тоже активизировались и размножились в огромных количествах. Если раньше там из 15 видов патогенных микроорганизмов только 3 были вредны для человека, то сейчас все 15. То есть они мутируют, они эволюционируют, они развиваются огромными, так сказать, шагами. И сейчас действительно, вот посмотрите, что происходит. Такое огромное количество различных болезней, такое огромное количество проблем у людей, и люди не знают, почему это происходит, люди не подозревают, что с ними происходит. И здесь произошло, как бы человечество попало в этом плане, в какую-то ловушку. Что я имею в виду? Я имею в виду, что их очень трудно выявить. Чтобы вы понимали, это существа разумные. В организме человека они образуют коллективный разум. Это как в муравейнике, да, или улье, или, ну, вы знаете этот процесс, да, ну, то есть один муравей, у него нет мозга, чтобы думать. Но когда муравьи вместе, в муравейнике, у них там образуется какой-то коллективный разум, и они коллективно там как-то решают вопросы своего выживания. Вот точно так ведут себя паразиты в организме. То есть, понимаете, они существа разумные. Вы можете себе представить? Это не просто там какие-то, они разумные существа. И поэтому, находясь в организме человека, они прячутся. Они делают всё возможное, чтобы их не распознали. И сегодня существует несколько способов, как их выявить. Самый главный и самый основной способ ещё с советских времён – это анализ КАЛА, который сдавали все люди без исключения, а то и по несколько раз. Значит, ребёнка прежде, чем отдать в детский сад, значит, нужно пройти анализы. Один из них – это вот анализ на гельминты. И всегда, значит, после этого анализа мы получаем такую бумажечку со штампиком. Яйца глист не обнаружил. Кто получал такие бумажечки? Напишите, мне интересно. Вот были у вас в жизни такие случаи с вами или с вашими детьми, или с вашими близкими, когда обращались в поликлинику или там по собственной инициативе, или вынуждена, потому что нужна была справка. Да, да, вот, да, нужно было там ребёночку в садик, в школу справочка, и нужно было сдавать эти анализы. И вот эта бумажечка со штампиком, она говорит о том, что никаких паразитов у меня в организме нет. Значит, это глобальнейшее заблуждение, и это ловушка для пациента и для врача. Почему? Потому что врач на базе этих анализов понимает, что никаких гельминтов у ребёнка в организме нет. Мамочка, тоже получив эту бумажку, со спокойной, так сказать, душой и совестью, уверена в том, что никаких гельминтов там нет. Так вот, вы знаете, что есть такие гельминты, которые вообще водятся не в кишечнике и вообще не выделяют никакие яйца, поэтому выявить их там невозможно. Второе, что даже те, которые обитают в кишечнике, они существа разумные, и они делают так, чтобы их там просто не обнаружили в этот день и в этот момент. Понимаете? И вот происходит такая, значит, замаскированная ловушка. Человек сдал анализ, убедился в том, что у него никаких гельминтов нету, и занимается спокойно своими делами. Всё время, как у него в организме там всё это бурным цветом произрастает. Пока не начинают появляться какие-то серьёзные заболевания, проблемы, особенно у маленьких детей, повально у всех простудные заболевания, различные ОРВИ, ангины, тендилиты, значит, желудочно-кишечный тракт, там различные гастриты, ну и многое-многое другое. Дети плохо развиваются, у детей пониженный иммунитет, и родители стараются их напичкать с какими-то, значит, средствами, чтобы вот избавиться от этих болезней. А болезни как-то всё не проходит и не проходит. И говорят, что, ну вот ребёнок перерос, уже меньше болеет. Нет, на самом деле это он просто-напросто приспособился жить со своими паразитами, немножко, так сказать, выровнял свой организм и смирился с этим. Они просто-напросто находятся там и продолжают грызть организм изнутри. То есть на самом деле вот эти паразиты, они буквально съедают людей заживо. Знаете, такой триллер, съеденный заживо. Я этот триллер смотрела дважды, потому что у меня в семье папа умер от онкологии 20 лет назад. И моя мама тоже умерла от онкологии. И сейчас, когда я уже знаю всю эту информацию, когда я сама на собственном опыте это всё прошла, я понимаю, что их просто съели паразиты. Просто-напросто живьём съели паразиты. Это ужасно на самом деле, но это происходит. Это происходит сплошь и рядом вокруг. Второй способ, как выявить этих паразитов, это анализ крови. Сейчас появились такие лаборатории, которые по крови могут выявить антитела, какие-то к этим паразитам, и определить, есть они там или нет. Достаточно эффективный способ, более эффективный, чем анализ кала. Но они тестируют только на несколько видов паразитов. То есть 7, максимум 8 видов глистов. А их существует минимум 350. То есть понимаете, вот мы сдаём анализ крови, опять же паразитов никаких у меня нет. То есть и опять человек спокойно себе пошёл спать, потому что он уверен, что у него их нет. Я бы сказала, этих нет. Есть какие-то другие. Но как же их выявить? Как их выявить, если это всё настолько сложно? И вот совсем недавно, ну как, относительно недавно, я думаю, что это лет 20 назад, появился новый способ выявления паразитов в организме. Это вегеторезонансный тест. Вегеторезонансный тест, биорезонансный тест он называется, вегатест. Значит, что это такое? Это компьютерная диагностика, когда с помощью прибора считывается длина волны паразита. Там не только гельминты, там считываются, диагностируются, то есть вирусы, грибки, бактерии, гельминты. И там стоит такая огромная база, компьютерная программа, которая содержит, наверное, 350 наименований вот этих гельминтов. И вот с помощью этой диагностики стало возможно определить наличие паразитов в организме. И то не всегда. Почему? Даже ВРТ, я буду называть это ВРТ, даже ВРТ не сразу выявляет паразитов в организме. Почему? Потому что они существа разумные, они прячутся. Поэтому иногда бывает так, что человек пришёл на ВРТ, но никаких гельминтов не обнаружили. При повторном посещении на этом же ВРТ вдруг находит какого-то паразита. Почему? Потому что вот они скрываются, и нужно иногда делать несколько тестов, чтобы их выявить или убедиться, что их действительно у вас нет. Конечно, каждый из вас сейчас думает, что ну вот это, наверное, я. Да, это вот у всех есть, а у меня точно нет. Конечно, хочется в это верить, но это нужно проверить. Понимаете? Это нужно проверить и в этом убедиться, чтобы не попасть вот в эту ловушечку. И у меня тоже были такие истории, когда вот, например, ко мне пришла достаточно молодая девушка, и, значит, ну, есть какие-то симптомы, не очень хорошее состояние, и как предположение я говорю, что, возможно, причина в гельминтах. Значит, девушка идёт сдавать кровь, идёт сдавать в лабораторию кровь, и, значит, приходит результат, что гельминты не выявлены. Вот, она приходит ко мне и говорит, вы знаете, что вы ошиблись, у меня никаких гельминтов не обнаружено. Я, судя по её симптоматике и на базе других исследований, я всё равно предполагаю, что гельминты есть, и отправляю её на ВРТ. И вот на ВРТ у неё находят паразита, очень такого распространённого, злобного паразитика, который обитает в кишечнике и, значит, подрывает здоровье изнутри. Что делает паразит? Он высасывает все полезные вещества, микро-макроэлементы, витаминчики и выделяет продукты своей жизнедеятельности. Так вот, кстати, ещё расскажу, что вот эти продукты их жизнедеятельности, они очень-очень токсичные, они очень плохо влияют на наш организм. И знаете что? В первую очередь, что они делают? Они выделяют такие вещества, которые угнетают наш иммунитет. Они подавляют наш иммунитет. Для чего? Чтобы выжить, потому что в организме человека есть иммунная система, которая должна этих паразитов устранять. Но так как она недостаточно высокого уровня, они проникают в организм человека, а потом они же сами и подавляют вот эту вот иммунную систему, чтобы человек не мог с ними бороться. И здесь происходит, ну, получается, такой как бы замкнутый цикл. То есть есть паразиты, нет иммунитета, и всё, и человек в ловушечке находится. Далее они очень сильно как бы подрывают нервную систему. Есть такие паразиты, которые влияют на психику человека. То есть человек становится беспричинно раздражённым, агрессивным, злобным, да? Почему? Потому что у него в организме сидят паразитики, которые выделяют токсичные вещества, и эти токсичные вещества раздражают определённым образом его нервную систему. Более того, я вам скажу, уже из разряда энергетики, что происходит, когда они образуют вот этот коллективный разум, они захватывают центры сознания человека и по факту начинают им управлять. И знаете, это не просто какие-то фантазии, да? Давайте мы посмотрим, что происходит на улице с людьми. Люди злые, люди агрессивные. Не все, нет, я не буду обобщать, что вот все люди такие, но большинство людей, очень много людей неадекватных в своём поведении. Иногда, когда общаешься с людьми, да, и видишь на их реакцию, и видишь на их действия, просто удивляешься, как человек может себя вести так, как человек может так поступать. И потом просто понимаешь, да не человек это вовсе так поступает, а паразиты ведут себя таким образом. Понимаете? Это правда. Поверьте, это действительно правда. Потому что нормальный человек в здравом уме не может так поступать и не может себя так вести. Иногда люди совершают ужасные поступки и ужасные вещи, да. Иногда люди проявляют жестокость, агрессию, и они даже потом сами не понимают, как это с ними происходит, да. Потому что это происходит как бы помимо их воли. Их сознанием, их волей управляют вот эти паразиты. Можете себе такое представить, да, что паразиты влияют на жизнь человека и управляют его жизнью. Я недавно такую фразу видела, что у нас перенаселение на планете Земля, да, и 7,5 миллиардов людей, и вот это огромное количество людей появилось в последнее время, вы знаете, да. И там была такая фраза, такая потрясающая фраза, что это, как бы, не помню дословно, но суть, что много людей — это новое жильё для паразитов. То есть это дома для паразитов, отдельные квартиры, да. И вы знаете, что есть такие паразиты, которые провоцируют людей на размножение в буквальном смысле слова, да. Они размножаются. Они размножаются и провоцируют людей тоже бездумно размножаться. И, да, вы поймите, что я никого не хочу никаким образом обидеть, но просто есть такие факты, что вот когда, знаете, что вот есть такие многодетия, и, ну, очень-очень часто бывает, что в семьях пьющих людей рождается очень-очень много детей. Иногда это вот, ну, выглядит как-то даже странно, да, потому что, ну, как бы принято там один, два, три ребёнка иметь в семье. И ради Бога, родите себе их и десять, да, но их нужно достойно обеспечить, их нужно вырастить, их детей, да, иметь ресурсы, чтобы этих детей вырастить. И когда смотришь на семьи, в которых, ну, родители пьют, очень низкий уровень доходов, зато детей у них там семь, восемь, десять, пятнадцать, да, то есть как будто какой-то неконтролируемый процесс размножения, да, и причина тоже в гельминтах. Да, вот именно. Звучит, конечно, всё это кощунственно, но это именно так и есть. Это именно так и происходит. Значит, почему я так говорю? Почему я так говорю? Потому что год назад я купила компьютерную диагностику лотос, да, здесь, наверное, ну, напишите, кто не знает, что такое диагностика лотос. Возможно, здесь в чате есть люди, с которыми я лично не знакома, да, потому что в основном я вижу здесь знакомые лица, да, знакомые имена, и вы уже, наверное, много слышали от меня различной информации и уже, наверное, эту диагностику видели. Кто не видел и кто не знает, что такое диагностика лотос, напишите. Все знаете, да? Отлично. Значит, год назад я купила компьютерную диагностику лотос. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность диагностировать в первую очередь себя и свою семью, потому что за своим здоровьем нужно следить, и я занимаюсь здоровьем давно, я много лет активно кушаю биологически активные добавки, да, и слежу за своим здоровьем и за здоровьем своей семьи, как, ну, любая женщина, мама, да, я хочу, чтобы моя семья, чтобы я сама и моя семья была здорова, да, и у меня появилась компьютерная диагностика, которая позволяет протестировать состояние организма. Эта диагностика, она для домашнего использования, она не является каким-то медицинским прибором, но она позволяет оценить состояние здоровья человека, ну, будем говорить условно, очень хорошо, хорошо, нормально, не очень хорошо, совсем нехорошо и плохо. То есть там примерно такая шкала, вот шесть таких картинок, по которым можно отследить свое состояние. Когда я купила эту диагностику, конечно же, я в первую очередь протестировала себя и свою семью. Затем я предложила моим знакомым, друзьям, моим дистрибьюторам тоже пройти такой тест. И что я увидела? Вы знаете, я увидела весьма печальную картинку. Я была очень сильно разочарована, и я не понимала, почему это происходит. Ко мне приходили молодые люди разные, которые кушали биологически активные добавки. Приходили молодые люди, которые никогда не кушали биологически активные добавки. Ко мне приходили не очень молодые люди. Ко мне приходили люди разных возрастов, разных профессий. И что я видела? Я видела, что у большинства людей уровень здоровья очень-очень низкий. Очень низкий. Чтобы вы понимали, о чём я буду говорить, в конце этой компьютерной диагностики есть такое окошечко, комплексный показатель здоровья. То есть программа показывает, на сколько процентов в данный момент человек здоров из 100 возможных. То есть вот там шкала 100%, и компьютер тестирует организм и показывает, что он здоров на 20%, 35%, 48%, 95%, 96%. То есть вот этот комплексный показатель здоровья – это такая вот точечка ключевая для меня. И вот по этому критерию я видела, что очень много людей, у которых очень низкий уровень здоровья. И это были даже молодые люди. Детки, я видела детей. Ко мне приводили деток 5-7 лет, и я тоже видела, что у них очень низкие показатели. Я не понимала, почему. Потому что внешне на самом деле люди не страдали какими-то тяжёлыми болезнями. И знаете, ещё тоже это всё относительно. Это как в том анекдоте, когда доктор спрашивает доктору больного, как вы ходите в туалет, какой у вас стол. Он говорит, да нормальный у меня. Ну как, ну раз в неделю. То есть понимаете, для каждого нормально – это понятие относительного. Особенно вот женщина. Как ты себя чувствуешь? Ну нормально. Потом начинаешь общаться с человеком. Плохо сплю. Значит там усталость постоянно. Голова болит. Там желудок болит. Ну нормально. В принципе всё нормально. Вот пока не упаду, да, это нормально. Да, вот уже когда буду идти и повалюсь там по дороге, вот тогда уже это как-то не очень. А так нормально. Голова болит – это нормально, да. Давление прыгает – это нормально. Понос – это нормально. Запор – это нормально, да. А ещё особенно, ну если уже так, уже как бы в виде анекдота, что вы, женщина, хотите? Вам уже за 40, да. То есть за 40 – это уже не человек. То есть что вы хотите? Вам уже за 40. Как у всех, да. Что вы хотите? Понимаете? Это именно отношение, отношение к себе в первую очередь и отношение к своему здоровью. Поэтому что такое норма? Это вопрос относительный. Знаете, у меня, да, ко всему привыкли. Нормально, ничего страшного. У меня родственники есть в Могилёве, да. Так вот у них девочка маленькая, сейчас она уже подросла. Вот раньше, я помню, такая история была, ситуация. Значит, девочке годика три, и она входит в туалет какать три раза в месяц. Ну нормально, ну что-то такого, да. Вот три раза сходила в туалет, ну иногда четыре. Раз в неделю покакала, и нормально, да. Я говорю, как ты, как? Для меня вот это шок, потому что я понимаю, что за этим скрывается. Если маленький ребёнок трёхлетний ходит в туалет один раз в неделю, я понимаю, что там в организме творится. И это катастрофа, к чему это приведёт. Это нужно срочно решать, это нужно использовать все средства. По человеку нормально, понимаете. Ну что тут такого? Нормально. Так вот, нормально – это понятие относительное. И когда я начала делать эти диагностики, я вообще не понимала, ну в чём дело, ну что же это такое. Вроде человек ни на что не жалуется, ничем особо не болеет, а такие низкие показатели. И вы знаете, что потом произошло? Я делала много диагностик, я смотрела разных людей, и я всё равно не понимала. И тут ещё добавился один элемент, очень существенный. Я сейчас озвучу, что многие из этих людей – это были дистрибьюторы, которые кушали продукт «Эйджел». Ко мне приходили наши дистрибьюторы, которые кушали продукт «Бот», «Полтора», «Некоторые больше», и у них были такие низкие показатели. Мне просто нечего было людям сказать, понимаете. Я была в таком положении, что я просто не знала, что говорить людям. Я говорила, кушайте больше продукта. И вот, кстати, ещё раз расскажу вот эту историю. Это наша дистрибьютор, молодая девушка, которая кушает продукт уже более пяти лет. Когда она пришла ко мне на компьютерную диагностику, у неё комплексный показатель здоровья был процентов 50. Я не помню точно, может быть, 54 или 56. И, конечно, я сама была очень разочарована, что почему же так? Молодая девушка, которая следит за своим здоровьем, ведёт здоровый образ жизни, кушает биологически активные добавки, и у неё такой вот показатель. То есть 50% здоровья уже где-то потеряно. И, значит, я просто не знала, что ответить человеку до тех пор, пока я не нашла ответ. Когда я осознала, что это паразиты, я этой девушке заявила о том, что я подозреваю, что у тебя в организме есть глисты. И девушка просто была шокирована и просто не то, что не могла поверить. Она сопротивлялась. Она говорила, что, вы понимаете, такого просто не может быть. И она пошла сдавать анализ крови. После этого она снова пришла ко мне и сказала, что никаких паразитов у неё нет. И я тоже, ну, как бы сдалась и сказала, ну, раз их нет, значит, надо кушать ещё больше продукта. Она скушала ещё больше продукта и пришла ко мне через месяц на повторную диагностику. Её показатели увеличились на 2 примерно процента. И мы вернулись снова к паразитам. Она пошла на ВРТ и обнаружила там у себя гельминтов. Значит, ей порекомендовали аптечные таблетки. Она их выпила и протравила этих паразитов. Вот. После чего покушала ещё продукт и пришла на повторную диагностику. Её показатели были 96%. Чувствуете разницу, да? Вот сейчас я буду вам рассказывать подробно о этой диагностике. Очень много интересных результатов, да, чтобы вы понимали, что происходит на диагностике. Мы делаем тест, мы видим показатели. Затем мы выявляем паразитов в организме. То есть я рекомендую после этой диагностики, если она у вас не 100%, значит, нужно идти и выявлять паразитов. Как я уже сказала, самый-самый оптимальный способ – это ВРТ, которая и то не сразу их определяет. Вот. После того, как мы их выявили, их нужно как-то устранить. Как-то устранить из организма. И здесь тоже есть разные способы. Можно использовать элементарно химические вещества, таблетки аптечные. Можно использовать вот этот же биорезонанс, который работает таким образом, что устраняет гельминтов в организме. и бороться с ними. Иначе вы понимаете, что на самом деле не может быть речи ни о каком здоровье. Сколько бы вы не питались, сколько бы вы не кушали, сколько бы вы не старались, да, есть витаминчики, клубничку и апельсинчики, ничего не получится. Потому что всё это благополучно будут съедать ваши паразитики. и будут там здравствовать и процветать. Понимаете? Будут там здравствовать и процветать. У меня столько много информации, я сейчас ещё посмотрю, что я здесь планировала вам рассказать. У меня такое вот ощущение, что я не успею сегодня обо всём рассказать. Как вы чувствуете? Мы ещё можем потратить немножко времени, да? Мы уже один час разговариваем. Вы готовы ещё в час слушать информацию? Или мы это разделим на две части? Давайте, давайте будем... Отлично! Давайте мы будем в свободном таком процессе, как идёт, да? Мы будем контролировать время, чтобы это было не больше двух часов. Вот. И потом определимся, да? Что ещё про паразитов? Пасторы. Да, с ними надо бороться. Вот такая фраза прям у меня в тетрадке, в рамочке. Мы боремся за своё физическое тело для развития сознания. Да, это фраза вебинара, который я прослушала, звучит очень впечатляюще. Мы боремся за своё физическое тело для развития сознания. Поэтому с ними действительно нужно бороться. И я стала отправлять своих клиентов на ВРТ. Очень тоже интересная ситуация с ВРТ, потому что их оказалось в Минске очень-очень много на самом деле. Но там всё зависит от аппарата. Есть кабинеты, где стоят очень старенькие аппараты, а есть уже сейчас современные, очень мощные аппараты, у которых очень хорошая программа компьютерная. И здесь просто нужно найти хороший медицинский центр, где есть хорошее ВРТ. Это оказалось задачей не совсем простой. Почему? Потому что, ну, очень много факторов, да? Зависит и от медицинского центра, и от оборудования. Очень многое зависит от врача-специалиста, который будет проводить тест. Плюс добавляем сюда ценовую политику, потому что эти тесты стоят, ну, в среднем 600-800 тысяч белорусских рублей, да? То есть есть где-то дешевле, где-то подороже. И тут, ну, тоже много факторов. И мне пришлось тоже провести анализ, провести определенную работу. И я искала хороший, так сказать, аппарат, и чтобы был хороший врач, хорошая цена. И вот в один медицинский центр, значит, мы ходили. Очень оказалась интересная картина с врачами. Даже врачи, которые работают на ВРТ, они находятся в определенном заблуждении, потому что они не всегда даже делают тест на паразитов. То есть если к ним приходят клиенты, жалуются там на какие-то недомогания и боли, они могут протестировать его группу, уровень его здоровья, иммунитет, могут посмотреть там какие-то органы, системочки, но им даже в голову не придет проверить их на паразитов, например. Или они могут, там так программа установлена, но что они могут как-то вскользь. Ага, посмотрели тут, посмотрели тут, вроде ничего нету. Ну и все на этом. И когда мы начали ходить в этот медицинский центр и разговаривать на эту тему с врачом, вот, а пошли мы туда не потому, что нам нечего было делать, а потому что у нас в семье свои были вопросы проблемные, и нам нужно было делать тест, чтобы выявить, и убедиться, есть там эти паразиты или нет. Вот. И мы, когда начали общаться с врачом, она стала, как бы, как это правильно сказать, она стала сама понимать, о чем идет речь. Понимаете, она стала сама уже, как это, до нее начало доходить, что это серьезная проблема, потому что ей никто не уделяет внимания, ей просто никто не уделяет внимания. И сейчас расскажу, как бы, вот, сейчас свои личные истории, да. Я не боюсь говорить об этом, я открыта абсолютно. Значит, мы, как я уже сказала, ведем в семье здоровый образ жизни, но тем не менее есть нерешенные вопросы по здоровью. Вот, в частности, у моего супруга была такая ситуация, что он в последнее время очень плохо себя чувствовал. То есть бессонница, значит, раздражение повышенное, проблемы там с желудочно-кишечным трактом, вот, слабость. Ну и мы тоже все это, будем так говорить, перекидывали на стресс, усталость, загруженность, много дел, вот. Вот, и когда появилась вот эта компьютерная диагностика, когда я сделала тесты себе и членам своей семьи, я была крайне-крайне недовольна результатами. Просто крайне недовольна, и была шокирована, потому что я ожидала лучшего. И действительно, ко мне сейчас, когда приходят клиенты, ну вот, приходят люди, вроде они нормально себя чувствуют, садятся на тест и в конце вот так вот, ах, и смотрят на эту картинку и поверить не могут. Мне даже одна клиентка говорит, слушай, я не верю, у тебя, наверное, говорит, этот компьютер, что-то не то показывает, да. Я говорю, ну ладно, я понимаю еще, можно сомневаться в моих каких-то экстрасенсорных способностях, что я как цивитель, как специалист могу определить. Ну это же компьютер, да. Нет, вот ты что-то там не то поставила, или вот не верю я, да, что вот такие у меня плохие показатели. Так вот я тоже, когда вначале сделала тесты, я тоже не поверила, думаю, ну как же это так. А тесты были примерно такие. У меня показатели были средние процентов 70, да. Вот. У Александра процентов 30-40 средние показатели, у сына процентов 90, и у дочки тоже около 70, примерно вот так. То есть до 100 было очень-очень далеко. И я такой человек, что я очень быстро реагирую на ситуацию, я начала разбираться, я начала исследовать, я начала искать, и ответ пришел. Ответ пришел очень быстро, когда я просмотрела несколько человек, несколько диагностик. И знаете, оно же все потом как-то складывается и приходит, да. Ну информация приходит. И когда я поняла, что причина в паразитах, в паразитах, я с перепугу побежала в аптеку, набрала там кучу таблеток и наглоталась их. Вот я, понимаете, я пошла именно таким путем, да. Я не дождалась никаких анализов, никаких исследований. Я просто купила в аптеке препарат широкого спектра, антигельминтный, да. То есть это доступно. Они продаются у нас без рецепта. И стоят они буквально копейки. Я побежала в аптеку и быстренько-быстренько накормила всех. И собаку в том числе заодно. То есть я просто купила перантел, и всех им накормила. И вы знаете что? Я не знаю, честно скажу, какие у меня были паразиты, но факт в том, что они точно подохли. Вот это я вам точно говорю, что я попала в точку, да. И я их как-то очень удачно потравила, да. Поэтому история об этом умалчивает. Я просто не знаю, какие паразиты у меня в организме проживали. Вот. Но этот фокус не прошёл с моим супругом, с моей дочкой и с моим сыном. Почему? Потому что после того, как я пропила вот этот перантел, я начала активно делать очистку своего организма от последствий вот этой химии и гельминтов. Почему? Потому что, понимаете, ещё в чём опасность их травить? Когда вы травите паразитов таблетками, во-первых, нужно знать, какие там паразиты и какие им нужны таблетки. Понимаете? И на разные виды паразитов действуют разные лекарства. А представьте, если у человека в организме их там пять видов. Одним нужен перантел, другим вермокс, третьим ещё не знаю чего. Сверху там полынки какой-нибудь. Понимаете? Микс такой получается. Вот. Поэтому идёт нагрузка от таблеток на организм. То есть это химическая химия, да, и там начинает печёнка, почки, всё это начинает у нас страдать от таблеток. А ещё происходит интоксикация от того, что организм начинает просто переваривать трупы гельминтов. Понимаете? В итоге получается, что человек сам их съедает. Вот можете себе это представить, какая там творится гадость, да? И от этого у человека, человеку становится очень-очень плохо. У него начинает болеть голова, у него начинает там тошнить его начинает. И может произойти такая, ну, как это правильно сказать, может так кидануть, что человек прям не выдержит. Поэтому очень опасно травить паразитов химическими веществами по двум причинам. Потому что, во-первых, химия, во-вторых, вот это вот самоотравление происходит. Поэтому прежде чем травить их химическими таблетками, нужно иметь какое-то средство, которое будет сразу же абсорбировать и выводить вот эту вот интоксикацию из организма. Понимаете? Без этого очень-очень опасно заниматься вот таким самолечением. Так, переваривать гельмин. Фу-фу-фу. Ну а что там, покушали они? Это же белок, мясо. Знаете, и после этого и ужинать не хочется. Ну а как вы по-другому себе это представляете? Как вы это себе представляете? Если внутри ползают червяки, и потом они там, извините, подыхают. Куда они денутся? Ну куда они там денутся, да? Они переварятся. Ну частично, может, они там как-то будут выходить естественным способом, но в основном они просто перевариваются. Мы их всасываем и, так сказать, самоотравляемся. Поэтому обязательно, обязательно нужно иметь какое-то средство, которое будет абсорбировать это все, то есть собирать эту всю грязь и выводить из организма. Как я уже сказала, мне просто-напросто повезло. Мне очень сильно повезло, что моим паразитикам было достаточно перантельчика. И они благополучно скончались. Поэтому я сделала себе очистку специальными препаратами, которые есть в Эйджел, а затем просто восстановила свой организм и запитала. Об этом я буду рассказывать, наверное, чуть позже или в другой раз, потому что я чувствую, что это настолько такая большая тема, чтобы рассказать, как очищать организм, восстанавливать его и питать с помощью биологически активных добавок. Каких добавок? Это отдельная тема. Я это проделала. И через некоторое время, при повторных тестах, у меня была диагностика 100%. То есть из 100% мой организм показывала здорово на 100%. Знаете, чувствовала я себя соответствующим образом. Произошло это в марте. Я это хорошо помню. Почему? Потому что для меня это было очень важно. И вот с марта месяца у меня, когда я тестирую свой организм на своей компьютерной диагностике, у меня выдает 100% все показатели из 100 возможных. Поэтому, кстати, еще это немаловажный факт. Я действительно считаю, что я имею право об этом говорить, потому что я этот результат получила, получила на себе. И уже несколько человек, есть несколько человек, у которых эта диагностика тоже поднялась до 100%. Вот кроме меня еще есть два человека, у которых уже неоднократно диагностика показывает 100% из 100. Это Кристина и Павел. И сейчас еще у меня есть несколько человек, несколько кандидатов уже на грани, вот на грани, на грани, чтобы получить вот этот 100% результат. Это произошло, потому что люди выявили своих паразитов, устранили их из организма, затем сделали очистку, восстановление и питание. Если этого не сделать, результат будет не такой значительный. У меня были клиенты, которые напрочь отказывались использовать биологически активные добавки. Вот просто нет и все. И у меня такая была замечательная клиентка моя любимая. Ну просто вот феномен. Вот я буду говорить, вот человек феномен, потому что в свое время я познакомилась с ней года три назад, она пришла ко мне на биолокацию, и я ей провела сеанс очистки биополя от негативных энергий. У нее произошли глобальные изменения в жизни, у нее улучшилось и здоровье, и отношения, и финансы. У нее происходило очень много чудесных, так сказать, событий, но как-то все-таки периодически она ко мне возвращалась на консультацию, потому что какие-то с ней происходили не очень хорошие моменты. И в конце концов, когда она пришла ко мне на эту компьютерную диагностику, у нее комплексный показатель здоровья был 10%. Я когда это увидела вместе с ней, чуть в обморок не упала. И на этой компьютерной диагностике есть такое окошечко, значит, такая нейродинамическая матрица, по которой я точно, я уже наловчилась так, что я по этой матрице точно вижу, есть паразиты или нет. И по рисунку даже могу примерно определить, какие паразиты предположительно могут быть в организме. Так вот я и говорю. Моя дорогая, у меня такое ощущение, что у тебя есть все паразиты, вот какие только можно придумать. Она была повергнута в шок и вообще не хотела это слышать и не хотела вообще это воспринимать ни в каком виде. Но делать-то что-то надо. Она пошла на ВРТ и у нее нашли 4 вида блистов. Я уже не помню, как их звали, там аскориды, волосоглавки, не помню еще кто. И такой паразит называется нет, я не выговорю. Ленточный, широкий лентец, а название его Дефилоботриус какой-то, Дефилоботриус, вот что-то такое. Значит, это ленточный червь, который вырастает в длину более 10 метров, да, и живет в организме человека лет 20. 25, прекрасно высасывая из него все полезные вещества. И высасывает он в первую очередь витамины группы В. Вы знаете, В6, В12, В1. А у моей этой клиентки как раз-таки и была аллергия на витамины группы В. Она 25 лет не ела витамины группы В. Почему? Потому что у нее на них была аллергия. То есть, представляете, как только она витаминку в рот, паразит активируется и начинает ее там грызть. А потом начинает гадить. И у нее сразу аллергия. Поэтому она витаминки не кушает. Это действительно серьезная проблема. Человек не кушает витамины. Представьте, все время в организме недостаток. Плюс идет аллергическая реакция на различные лекарства. Ну, а понятно, вам понятно, почему реакция аллергическая? Просто. Представьте, если в организме четыре вида паразитов, моя клиентка однажды пошла на какую-то процедуру, где ей нужно было сделать наркоз. Ну, знаете, что это такое. Вводят какое-то лекарство, чтобы отключить сознание. И когда ей укололи это лекарство, вся клиника прибежала ее спасать, потому что у нее случился там какой-то шок. И ее там еле откачали, и поэтому вот у нее тоже аллергия. Так вот, на самом деле, шок был у ее паразитов. Когда в организм закачали там 10 мл какой-то гадости наркотической, все ее паразиты кидорулись в шоке. И у нее произошел анафилактический шок. Абсолютно верно, мои дорогие. Да, подсказывайте. У нее был шок не у нее, а у ее паразитов. Потому что, наверное, им очень сильно не понравилось, что их так вот как-то на этот раз неудачно, так сказать, потревожили. Понимаете? Это настолько серьезные проблемы. Люди не могут их решить годами, и годами не могут решить. Так вот, моя клиентка выявила этих паразитов и очень мужественно с ними боролась. Она съела все таблетки в аптеке, какие только существуют. Она травила их нещадно и не побоялась, да? То есть выбор был между, как это сказать, убить этих тварей или навредить себе. И она все-таки выбрала лекарства, которыми она их нещадно травила. И она их вытравила. Вы знаете, что? Она их очень, так сказать, успешно вытравила. Но на этой комнате она просто кушала таблетки и напрочь отказывалась делать очистку. Ну, не знаю, может, она недопоняла. Может быть, ну, там разные причины, там все, что хочешь. Но она использовала только химические таблетки. Так вот, с ее 10% показателей в итоге поднялись не так существенно, как у меня, потому что она не использовала очистку, питание и восстановление. Она не использовала БАДу. Но все равно вот эти вот показатели пошли вверх и поднялись. И сейчас организму нужно просто очень много времени, чтобы вывести вот эти все шлаки, вот эту зашлаковку, нормально восстановиться и запитаться. На это может уйти очень много времени. Может быть, даже не один год, пока организм придет в адекватное состояние после того, как там 25 лет пировали, извините, вот эти твари. Конечно, если использовать дополнительно очистку и дополнительно использовать специальные средства, этот процесс происходит намного легче и намного-намного эффективнее. И вот я использовала второй вариант. Я действительно, как вы уже слышали, просто потравила перантелом своих паразитиков, сделала очистку и сделала восстановление организма с помощью БАДов. И вывела свои показатели на 100%. Теперь у меня 100% иммунитет. И никакие паразиты мне больше не страшны, потому что на самом деле мы каждый день заражаемся паразитами всех видов и всех мастей. Как происходит заражение? Я сейчас расскажу, как происходит заражение. Это вода, это воздух, это мясо, это рыба, это другие продукты питания, это грязные руки, это грязные фрукты, которые мы недомыли. Ну, масса-масса других способов. И тогда мне человек говорит, я не ем мясо, ну и что? Ну, замечательно, ты не ешь мясо, значит, червей, которые заражаются через мясо, у тебя нету, да? Вот у меня есть одна очень такая высокопоставленная дама, которая говорит, что я не ем мясо, я ем только рыбу. Замечательно, значит, у тебя будут паразиты, которые заражаются через рыбу, да? Ну, полегче уже, да? Так, дальше, да, дальше, значит, да элементарно, люди мои добрые, да вокруг, вокруг везде, везде, везде огромное количество источников заражения паразитами. Какое спасение от них? Люди говорят, ну хорошо, вот я их сейчас потравлю, вот я их сейчас выведу, и что толку, если я завтра пойду в метро и там опять нацепляю этих паразитов? Я говорю совершенно верно, так и будет. Именно так и будет, если ты не очистишь свой организм специальными препаратами, если ты не восстановишь свой иммунитет и не дашь нормального питания, произойдет через некоторое время все то же самое. Чтобы этого не произошло, нужно подходить к этому процессу комплексно. Что такое комплексно, я вам сейчас еще раз повторю, чтобы вы прям себе там, не знаю, на листочек написали алгоритм, да, или просто запомнили, что значит комплексно бороться с паразитами. Я почитаю чат. Есть виды паразитов, личинки которых живут в листьях салата, Южная Америка. Конечно. Пожалуйста. Именно так и происходит. Но я еще раз говорю, что это не значит, что нельзя есть мясо, нельзя есть фрукты, и нельзя ходить, нельзя ездить в транспорте. Мы не можем этого избежать, понимаете? Даже если мы будем только водичкой питаться, мы все равно имеем шанс заразиться паразитами. Выход только один. Выход только один. Проделать комплексно один раз в жизни весь процесс от А до Я. Не вот так чуть-чуть, а потом вот так чуть-чуть, а сразу и все. Значит, алгоритм. Нам нужно очистить ауру от негативных энергий. Почему? Потому что если мы начнем травить паразитов и вычищать, а в ауре у нас останется 33 проклятия и 22 демоноида, они своими вибрациями притянут личинки паразитов. Это факт, это отдельная тема для разговора. Если мы будем идти только с позиции тонкого плана, мы очистим ауру, паразитики будут находиться внутри тела, их вибрации снова притянут к нам в ауру вот эти негативные энергии. Поэтому нам нужно с двух сторон работать и проделать весь этот комплекс. Он состоит из очистки ауры от негативных энергий. Следующий шаг – это выявление и диагностика паразитов. Их надо выявить, понимаете? Обязательно нужно их выявить, потому что если мы не знаем, кто они такие, как они называются, мы не можем с ними бороться, потому что их огромное количество видов. И, как я уже сказала, каждому паразиту надо своя таблетка. Понимаете, мы не можем просто с закрытыми глазами, как моя клиентка. Да, она осталась жива и здравствует, но я не знаю, последствия какие там в организме происходят. То есть мы не можем просто наобум травиться этими таблетками. Поэтому второй шаг – это диагностика паразитов, выявление паразитов. Это ВРТ. Запомните, сегодня это самый современный способ. Единственное, достоверный и то не с первого раза, возможно. Нужно несколько тестов. Почему? Потому что вы знаете, что они прячутся. Значит, второй шаг – выявить их. Третий очень-очень важный шаг – это их устранить. Убить, проще говоря. Почему? Потому что они живые, их нужно убить. Это действительно, ну вот такое слово, да. Устранить. Давайте будем говорить красивее. Их нужно устранить. Как их устранить? Либо химическими таблетками, либо биорезонансом. Вот этот же аппарат, который их тестирует, этот же аппарат их и погашает. Не буду сейчас вдаваться во все подробности, это всё можно изучить. Но там используется метод резонанса. То есть они находят паразита по длине волны, и они такой же длиной волны в противофазе погашают этого паразита. Это наиболее безопасно для организма, да. Почему? Потому что вот это безопасно. Значит, нам нужно определиться, каким способом мы будем с ними бороться. Или таблетками, травами. Ну тоже, знаете, травочки. И вот сейчас отвлекусь немножечко, перескочу, да. У меня была такая ситуация совсем недавно. Просто вот, ну, феноменальная история. Значит, ко мне пришли, значит, наши хорошие знакомые, которые уже 20 лет работают в одной сетевой компании, являются крупными лидерами, и они уже 20 лет кушают биологически активные добавки, да. В процессе общения Александр рассказал им о том, что у нас есть компьютерная диагностика. Они приехали на диагностику, потому что оказалось, что они, ну, как-то не очень хорошо себя чувствуют. Вот, значит, эта женщина, ее зовут Елена, у нее какие-то нехорошие симптомы, при том, что она и бады кушает, и образ здоровой жизни ведет, но у нее там и слабость, и какая-то бессонница, и какой-то нервоз, и как-то ей нехорошо. Вот. Когда мы ей сделали тест, оказалось, что у нее очень низкие показатели, там, процентов 35, может, 37. Вот. Я уже, имея опыт, сразу в эту тему говорю, у тебя паразиты. Человек просто в шоке. Ну, утречком побежал раздавать анализы, значит, сходила на, дала анализ крови, и у нее сразу же нашли паразиты. У нее нашли аписторхоз. Аписторхоз – это очень-очень коварный паразит, при том, что он очень маленький, 5, там, миллиметров, да, но он очень злобный, потому что он находится не в кишечнике, а он поражает желчевыводящие пути, печенку, чего-то там, почки. В общем, где-то он там в печенках сидит, да. И выявить его очень трудно. Вот представьте, как выявить аписторхоз через анализ кала, связки 0, да. Так вот у нее нашли этот аписторхоз, и он очень-очень застарелый. Эти аписторхи, они проживают в организме по 20 лет. 25 и 30 лет могут там везти, то есть за 30 лет могут потихонечку вашу печеночку скушать, да. Заканчивается этот аписторхоз, как правило, это цирроз печени, там, предонкология. Ну, в общем, все серьезно. Я не буду вас запугивать. Вы потом фильм посмотрите, я вам сброшу, значит, ссылочку. Да, там поинтереснее будут истории. Вот у нее нашли этот аписторхоз, и при том, что человек кушает антипаразитарные комплексы на травах чуть ли не каждый год. Ну, вот как такое может произойти? Я вам говорю лично о своей истории, истории своих клиентов, да. Как такое? Она говорит, так как? Я же недавно пропивала антипаразитарную программу. Я говорю, послушай, моя дорогая, твои паразиты за 20 лет уже приспособились к твоим травам так, что им это уже, как, знаете, как вот, ну, вот налегке, понимаете? Ну, не берет их ничего. Еще одна моя клиенточка говорит, вот я там тройчаточку, гвоздичку, там полынь, гвоздичка, семечек поем. Ага, поешь семечек, да. Вот я семечек поем, и у меня все. Вы же не знаете, сколько тонн семечек надо им съесть, да. Таких семечек, во сколько, может, они после обеда ваши семечки не хотят есть. Понимаете? Это не все так просто. Вот я семечек поем, и все. Хотя, вы знаете, всякое в жизни бывает. Вот мне на ВРТ буквально мы в другой кабинет обращались, да, и познакомились там с чудесной женщиной, замечательный врач, просто, ну, прекраснейший человек, добрейший. И вот она мне рассказала о том, потрясающий результат. Я вам сейчас расскажу. Значит, она рассказала такую историю. Она сама врач, педиатр с многолетним стажем, и она просто подрабатывает на этом ВРТ, да. Так вот, она мне рассказала такую историю, значит. Она педиатр, и, значит, у нее был в жизни такой случай, когда родители обратились за помощью с ребеночком. Девочка год и восемь месяцев не могла ходить. Девочка, значит, была очень слабая, очень болезненная, и она не могла ходить, потому что ноги были очень слабенькие. Ну, вот ребенок не ходит. Вот представьте, да, мамочки, у кого есть детки, вы знаете, что, ну, год, полтора – это максимум, ребенок здоровый при нормальном развитии уже способен ходить на своих ножках, да. Некоторые детки там уже в девять-десять месяцев ходят особо такие бодренькие. Но к году, как правило, ребенок уже делает свои первые шаги. А тут, значит, год и восемь месяцев, и девочка не ходит. Представляете, каково, ну, так сказать, состояние родителей, значит, неходячий ребенок. Вот, обратились они к врачам, сделали различные обследования, значит, ребенка положили в Боровляны, вы знаете, это наш известный центр, да, и светило медицины пришли к выводу, что нужно делать операции на ножках, нужно менять суставы, потому что вот не держат ноги. Вот, ну, а так как ребеночек был очень слабенький, они сказали, ну, пока там все анализы пройти, обследование перед операцией, да, и они, значит, посоветовали мамочке, чтобы соками поила, ну, то есть порекомендовали больше давать сока, чтобы ребенок хоть немножечко окреп. А жили люди в деревне где-то, и возможностей особо не было, поэтому, ну, какие соки в деревне, яблоки и тыква. И вот эта мамочка, свежевыжатые яблочки с тыквочкой. А вы знаете, что тыква, да, это антигельмитное средство. Значит, у ребеночка полезли глисты через нос, через рот и через попу. Ребеночек подпрыгнул и побежал, когда с него вышло пол ведра червей. Это мне рассказывала врач. Просто вот-вот на днях буквально мне рассказала врач историю чудесного исцеления. Знаете, вот мы такие все неверующие хотим мгновенных исцелений, да. Знаете, Иисус исцелял. И все хотят, вот сделай мне так, чтобы я вот прям с инвалидной коляски встал и побежал. Так вот, такое тоже в жизни бывает, мои дорогие. И возвращаясь, да, к нашему алгоритму, скажу, что их нужно устранить из организма, понимаете. Их нужно вытравить и устранить всех до единого, понимаете. Потому что когда я общалась на ВРТ с врачами, вот у меня три таких опыта, три разных врача. Вы знаете, что я слышала от первого медика, я ничего против медиков не имею, вы же понимаете, с уважением. Но факт, я слышала из уст медика, что, ну вы знаете, гельминты, это нормально. Ну вот буквально, понимаете, в буквальном смысле слова врач говорит, что а что вы хотите. У нас живут все, и микробы, и вирусы, и грибы, и бактерии, и глисты, и это нормально. Если они не агрессируют и не прогрессируют, и не беспокоят вас, то в принципе это нормально. Нехай живут, да, извините меня, но для меня это, ну в моем понимании, это выглядит абсолютно по-другому. У меня по этому поводу другое мнение. Если вас устраивает позиция, что у вас внутри, в кишечнике, там в желудке, в печенках, в селезенках, в сердце, в мозге, в глазах ползают черви, ради бога, это ваш выбор. Пусть себе живут, действительно, да. Как говорится, они тоже твари, вот, божьи жить хотят. Нет, мои дорогие, еще раз говорю, у меня по этому поводу другое абсолютно мнение, да. У меня по этому поводу абсолютно другое мнение. И я это слышала при общении и от других людей, да. Люди говорят, ну а что, а что ты хочешь, как ты их вытравишь, если они у нас проживают, мы постоянно заражаемся и так далее, и так далее. Ну, как беспокоят, когда уже, извините, начнут с одного места вываливаться, тогда уже надо меры принимать. А пока еще наружу не лезут, ну так чё вы беспокоитесь? Живут себе там внутри, да пускай себе живут, да. Норма, да, ну норма, ну живут и живут они. Нет, еще раз говорю, нет. Иначе они просто нас изнутри сожрут потихонечку, они нас уничтожат или мы их уничтожим. Вот у нас стоит выбор, да, или мы их уничтожим, или они нас уничтожим. Что вы выбираете? Для меня вот как-то первое звучит более, более, так сказать, ободряюще, да. Поэтому их нужно устранить. Далее, устранять их нужно правильно, чтобы потом не, как это, чтобы вы потом не объелись ими же. После того, как вы их устраняете, нужно делать очистку. Очень мощную и очень эффективную очистку. На сегодняшний день у меня есть препараты Эйджел, да. У меня есть биологически активные добавки, которые я использую. Поэтому я не буду рекомендовать никаких других средств. Эти средства уже проверены. И у нас есть специальные препараты для очистки. После, это отдельная тема, после очистки нужно восстановить все свои системы. Это пищеварительную, сердечно-сосудистую, нервную систему, эндокринную. Нужно опорно-двигательную систему привести в порядок. И только после этого сделать питание. То есть, смотрите, после того, как мы их потравили, нам нужна очисточка от их последствий. Нам нужно восстановление всех систем. И нам нужно полноценное питание. Итак, повторяем алгоритм. Первое. Очистка тонкого плана. Выявление паразитов. Устранение паразитов. И далее. Очистка тела. Восстановление и питание с помощью биологически активных добавок. Таким образом, проделав весь этот процесс, мы имеем все шансы вывести свой организм на стопроцентные показатели. Мы имеем возможность поднять свой иммунитет на стопроцентных из ста. И, конечно, потом его поддерживать. Поддерживать его можно потом и с помощью биологически активных добавок, и с помощью элементарных фруктов, свежих овощей, я не знаю, каких-то других средств оздоравливающих. Уже тогда, поверьте, все будет на благо. И клубничка, и земляничка, и любая ягодка пойдет все на пользу вам. Понимаете? Вам не придется уже с кем-то делиться этими ягодками. Уже будет все для меня любимой. И огурчики свеженькие, и солнышко, и водичка. Все будет для меня. И я уверена, что никакое повторное заражение нам просто не грозит. Даже если мы скушаем нечаянно эту личинку, наш организм, наш иммунитет защитит нас от внедрения этого паразита. Потому что у нас в организме есть все, есть механизмы, которые должны бороться с этой патогенной микрофлорой, микрофауной. Это наш иммунитет. Они даже погибают в слюне. То есть если попадают через рот, они в слюне даже погибают при условии, что у вас хороший стопроцентный иммунитет. Понимаете? Скажите мне, пожалуйста, у меня к вам вопрос. Да, это непростой процесс. Это достаточно длительный по времени. Месяца три занимает не меньше. То есть на это все уйдет 2-3 месяца. Это не за один день все произойдет. Нам нужно найти специалиста, который очистит наше биополе, очистит нашу ауру. Затем нам нужно найти ВРТ специалиста, который выявит паразитов. Затем нам нужно найти способ, как их устранить. Затем нам нужно кушать биологически активные добавки не один день, а хотя бы в течение месяца-двух. И это процесс достаточно длительный, понимаете? Но у меня к вам вопрос. Скажите, оно того стоит? Напишите мне в чате, как вы считаете? Оно того стоит вообще? Или даже и начинать не будем? Потому что, знаете как, это же сейчас как подумаешь, где же этого специалиста найти? Кому же это пойти? Дальше. Это ВРТ. А оно же все денег стоит. Поймите, специалисту-целителю нужно заплатить деньги, оплатить его услуги. ВРТ стоит денег. Да туда еще надо сходить несколько раз. А про БАДы я уже говорить не буду, какие дорогущие. Это же купить их надо, эти БАДы. Это же кушать их надо. Может, не будем вообще этим делать не надо? Давайте, вот мы в танке, голову в песок, и никакой ауры не существует, и паразитов тоже. Давайте, и подождем, пока они нас медленно сожрут. Тогда уже нам не поможет ни очистка ауры, ни целители не помогут, ни БАДы не помогут, ничего не поможет. Поверьте, просто ничего не поможет, абсолютно. Да, 20 лет кормили, да, 20 лет растили, а теперь надо 3 месяца потратить, чтобы с ними справиться. Знаете, я скажу вам свое мнение. Сколько бы это ни стоило, сколько бы это ни потребовало от вас усилий, времени и средств, это стоит сделать, это необходимо сделать, иначе у нас просто нет никаких шансов, иначе мы будем как все. Понимаете, если мы с вами говорим о здоровье, если мы говорим с вами о развитии, об эволюции, если мы говорим с вами об изобилии, о процветании, нам нужно начинать именно с этого элементарного процесса. Нам нужно привести себя в порядок энергетически и физически. Значит, я еще хотела показать вам сегодня слайды, наверное, мы их быстро посмотрим. Алексей, я тебя попрошу включить мне в диагностики, да, и я вам просто их прокомментирую. Хорошо? Вы согласны? Напишите. Хотите посмотреть диагностики? Напишите, пожалуйста. Ой, так. Ой-ой-ой, мне кажется, что как-то очень... А вы мне скажите, вы видите эти картиночки? Потому что у меня получился очень мелкий шрифт, и я не вижу, что здесь написано. Видите, да? Тогда замечательно, да? Алексей, скажи, пожалуйста, а как мне увеличить эту картиночку? Можно немножко? Очень мелко, очень, очень мелко, да. Алексей, скажи, пожалуйста, можно это как-то увеличить нам? Увеличить нельзя. Угу, 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 угу. Так, там справа кнопка на плюсе есть. Давайте, мои дорогие, где же эта кнопка? Ага, у вас на экране есть кнопка, да? А у меня такая кнопка есть? Алексей, напиши, у меня такая кнопка есть. Да. У каждого есть. Так я понимаю, что у каждого есть, но я не вижу, что здесь написано. А, всё, я разберусь. О, отлично, вы видите, да? Хорошо, мои дорогие, я вам сейчас буду комментировать диагностики. Вот это вот диагностика, это самая плохая диагностика за всю историю. Год я работаю с компьютерной диагностикой, вот ко мне кто-то привёл мужчину. Мужчинка такой уже лет под 50, высокого роста, такой здоровый дядечка, пришёл с работы вечерком ко мне на диагностику. Я ему, когда её сделала, я сама просто растерялась, потому что там в конце было написано, значит, 1%, да? 1%, да, я вижу. Вот, и, то есть, ну, хуже уже придумать невозможно. Так знаете, как я ему сказала, вы знаете, что, мужчина, вы даже болеть не будете, у вас в организме нет ресурсов даже, чтобы заболеть. Он на меня смотрит так это. Я говорю, это, знаете, вот как шёл домой с работы, упал и не встал. Ну, понимаете, как это бывает? Следующую покажите мне диагностику. Покажите мне следующую диагностику. Ну, вот этот вот чуть-чуть диагностика получше, да, чуть-чуть получше диагностика. Я не вижу вообще, что написано, но мне кажется, это у меня такой какой-то молодой мужчина был тоже, да, и вот такие средние показатели. Что мы здесь видим? Мы здесь видим вот это вегетативная система. Вот у нас так работает иммунитет в процентах. Вы видите, куда я мышку навожу? Да, вот здесь биологический возраст у нас показан. Вот энергоресурсы, да. И в конце, вот давайте акцент, я не буду её комментировать. Акцент, вот последнее окошечко, да, комплексный показатель здоровья – 28%. Да, вот человек говорит, и что, у меня нормально всё, и что ты мне тут будешь рассказывать? Суставы болят, значит, в аптеку ходит регулярно, пачками всё ест, не знаю, какие там таблетки, всё у него, значит, с суставами проблема. Следующий покажите. Скажите мне следующий. Так, здесь уже получше, 60%. Кто-то такой уже попался красивый у меня. Я даже не вижу, кто здесь написано, не вижу, чья это диагностика, и не помню, честно говоря. Но здесь уже картиночки получше, повеселее. Здесь у нас уже вот эта матрица, да, квадратик, это вот эти красные точечки, это показывает на то, что в организме точно есть паразитики. Значит, энергоресурсы уже побольше, ну и вот комплексный показатель здоровья – 60%. И опять же человек говорит, ой, ну слава богу, у меня всё нормально, у меня 60%, да. Слушайте, человеку 25 лет, а он счастливый, радостный, что у него всё нормально, у него 60%. А где 40? 40% здоровья где уже? Сожрали? Скажите мне следующий. Угу. Так, здесь у нас две диагностики. Напишите мне, если вы видите имя, чья это диагностика, покажите мне. Угу. Вы знаете, что? Не видно, да. Здесь просто на этой диагностике, я знаю, чья это диагностика. Эта диагностика... Нет имени. А следующий слайд покажи. Это будет продолжение этой диагностики. Вот, это продолжение этой диагностики, да. Вот 1%, вот 48%. Всё, я поняла. Это диагностика моей свекрови. Это мама моего супруга, у которой при первом тесте был 1% здоровья. И она, значит, по моей рекомендации, частично протравила паразитов, и у неё организм выровнялся до 48%. То есть, человек не использовал БАДы, но, тем не менее, вы видите, да, с 1% на 48%. И по времени это было, ну, несколько месяцев. Я точно не помню, но это где-то первый тест был в феврале, а вот этот тест где-то осенью был. То есть, это где-то полгода. За полгода, но это человек, который не прошёл всю схему, так как я вам рекомендовала. Но, тем не менее, вы видите, что эффект есть. Смотрим, давайте следующий посмотрим слайд. Так, следующий слайд. И ещё, здесь тоже будет идти в сравнении. Вы видите, да, вот эти картиночки идут в сравнении. О, это моя любимая феноменальная, значит, клиентка. Да, и здесь тоже диагностика. Вот, она показывает, вот смотрите, она показывает, какие у неё были первоначально показатели. Вот психоэмоциональное состояние, чёрный мозг, весь побитый чёрными пятнами. Вот здесь иммунитет. Это чёрная дыра, последнее, ну вообще, последнее окошко. Биологический возраст. Вот просто обратите внимание на биологический возраст. Я не помню, там уже цифры, но здесь, по-моему, было там плюс 13 лет. В общем, очень всё печально. Здесь, посмотрите, какой эффект омоложения произошёл. Феноменальный просто. И комплексный показатель здоровья. 10% изначальных и 64% мы имеем сейчас. Это произошло только потому, что после того, как она их долго-долго травила, она всё-таки скушала один единственный продукт грин. Всё-таки вот грин она согласилась скушать. А продукт грин – это очистка. Это очистка организма. И вот такой мы имеем показатель. Давайте следующую картиночку посмотрим. Так, следующая картиночка. О, это знакомая диагностика. Это очень изначально неплохая диагностика, а в конце ещё лучше. Откроем следующий слайд. Я скажу, чья это диагностика, когда увижу в конце цифры. Да, это диагностика Кристины. Вот, посмотрите. Здесь были достаточно и так высокие показатели. Но после того, как выявили паразита, очень эффективно его устранили. Мы сделали очистку, питание, восстановление. Всё, вот это всё по схеме, да. Посмотрите. 79, 100. Как вам нравится? Мне нравится. Следующую картиночку давайте посмотрим. Да. Ещё там была картиночка, да? Ещё была картиночка. О, сейчас расскажу, чья это картиночка. Здесь картиночка феноменальная, да? Здесь изначальные показатели очень-очень плохие. Хуже уже практически было некуда, да. Значит, сильнейшее перенапряжение организма, вегетативная система, вот вся такая оранжево-красная. Вот эта нейродинамическая матрица вся с серыми красными пятнами побита, да. Энергоресурсы, видите, пирамидочку тоненькая, худенькая, да. А рядом, посмотрите, какая красота. Посмотрите, рядом какая красота. Значит, напряжение упало, вегетативная система успокоилась. Вот эта нейрогуморальная матрица стала просто красивая, белая такая картинка, самая высокая картинка. Энергоресурсы, обратите внимание, да, сколько тут я не вижу, ну совсем-совсем тоненькая пирамидка, а потом какая мощная. Давайте, Алексей, откроем следующую, вторую часть этой картинки, да. Вот, вот, посмотрите, черные пятна, психоэмоциональное состояние, мозг перенапряжен, стресс, просто глобальный стресс, да. А тут уже у нас все красиво, синенькое, а тут уже все замечательно. Вот иммунитет слабенький, слабенький очень, ну просто на грани вообще. А рядом-то, посмотрите, какая красота. И концовочка. 10% и 98%. А теперь еще, если у вас есть такая возможность, обратите внимание на даты. Там стоят даты. Это все произошло за 4 дня или 5, я не помню, 4 или 5 дней. Посмотрите даты. Это моя доченька. Это моя доченька. 7 лет ребеночку. Посмотрите, какое может быть напряжение у ребенка. Очнитесь, какой стресс. Она что там, это самое, в куклы обыгралась. Понимаете? Здесь полностью весь этот процесс. Это очистка энергетики. Далее это перантел препарат. Далее пошли грин, фит, берн, очистка, восстановление, питание. Это все мы проделали за 4 дня. С 10% на 98%. Как вам это нравится? Круто! И последний там слайд, наверное, это будет моя диагностика. Давайте посмотрим. Давай, Алексей. Да. Нет, это не моя диагностика. Но это тоже какая-то красота. Да, это тоже какая-то красота. Да. Открываем следующий. Ну, вы видите, в сравнении. Открываем еще. Есть у нас еще слайды. Угу. 61% из 100. 61% из 100. Это была диагностика моего сына. Это точно. А вот это вот моя. Это последняя диагностика. Это моя диагностика. Значит, здесь она 100% из 100 возможных. И вот как она выглядит. Вот напряжение в организме абсолютно низкое. Вот так работает вегетативная система. Здесь мы видим матрицы беленькие, 100%. То есть это нервная система. Это энергоресурсы. Видите, какие у меня пирамидочки. Следующая страничка. Последняя. Мы будем видеть концовочку. Угу. Все. Вот. Вот. Это продолжение моей диагностики. Вот так вот выглядит мозг, психоэмоциональное состояние. Вот еще обратите внимание на мой биологический возраст. Да. То есть здесь написано, должно быть написано 46 минус там, не помню, минус 17. Да. Вот как выглядит иммунитет 100%. И вот в завершение комплексный показатель здоровья 100% из 100%. Такая диагностика у меня с марта месяца. И она у меня не меняется. Я благодарю, Алексей, за картинки, за слайды. Очень было мне хорошо все видно. Я думаю, что не, не, ну, пожалуйста, поймите меня правильно, несут сейчас там как-то разобрать эти диагностики, да. Вы меня понимаете, что я хотела показать. Я хотела показать на картинках, как это все работает. Насколько это все эффективно, если проделать весь этот процесс от А до Я. И вы знаете, что я могу вам гарантировать, если вы проделаете все в соответствии с моими рекомендациями, у вас будут картинки точно такие, как у меня. Это на самом деле просто, легко, и это не только картинки, да. Тоже, чтобы вы понимаете, это не просто вот картинку показал, там вот и я себя чувствую соответственно. Вы знаете, что я себя чувствую великолепно и прекрасно. У меня абсолютно замечательное состояние. Я не испытываю никаких симптомов. У меня нет, знаете что, иногда бывает. Было пару раз 99%. Вот как-то так вот что-то мне совсем было плохо. Вот когда мне совсем плохо, у меня 99%. Знаете, я тоже не идеал, да. Бывает у меня тоже плохо. Но я прекрасно сплю, я очень быстро засыпаю, я всегда утром стою по будильнику, и я просто быстрее жажду открыть глаза и бежать, чтобы что-то быстрее сделать, да. Я очень много, я не занимаюсь спортом, но я очень много двигаюсь по квартире, потому что у меня большая очень метраж, 110 квадратных метров, 4 комнаты. Я пока 300 раз оббегу квартиру, я постоянно в тонусе. И вы знаете, что я вот на самом деле сейчас чувствую себя даже лучше, наверное, чем я чувствовала себя в 29 лет. И вы знаете, что я ещё совершенствуюсь, и я стремлюсь ещё улучшить эту картинку. Вы знаете, я стремлюсь ещё улучшить эту картинку максимально, да, и работаю над собой постоянно. Я не останавливаюсь на этом достигнутом результате, я двигаюсь дальше, потому что я знаю, что ещё можно улучшить. И усовершенствовать своё состояние. Количество еды, да, на самом деле и количество еды уменьшилось. Я на самом деле очень мало кушаю, но позволяю себе кушать всё, что я хочу и когда я хочу. Я могу в 12 часов ночи пойти и покушать, если мне хочется. Я могу не кушать целый день. У меня иногда бывает настолько, ну, как это сказать, то есть энергии настолько много, что я могу вообще целый день не кушать. У меня вот с этим нет никаких проблем, я не придерживаюсь никаких правил. После шести не ездит. Кстати, что касается моего веса. У меня вот вес, поверьте, за 30 лет не изменился. У меня происходит колебание моего веса 1-2 килограмма в плюс-минус. Так вы знаете, что мне однажды сказал один специалист, что вы знаете, что это хорошо, что вы вот так вот стройно выглядите. Но если у вас меньше 60 килограмм, вот после 45 это опасно. То есть нужно сказать нечего ей было про меня, так она мне вот такой вот выдвинула гипотезу, что оказывается для женщины после 50 вот такой возраст меньше 60 килограмм это плохо. Я так и не поняла, почему это так плохо. Потому что, наверное, все привыкли, что после 50, да, все весят от 100 килограмм и выше. А тут вот, так сказать, нашли изъян, сказали, что это не совсем хорошо, что вы так мало весите, понимаете. Не знаю, как это правда, я, например, себя прекрасно чувствую в своём весе. Поэтому, мои дорогие, я буду завершать наш разговор с вами. И хочу, чтобы вы для себя уяснили главные моменты, что паразиты, они скрываются, они есть. И нам нужно с вами провести определённую работу, чтобы избавиться от них раз и навсегда. Это реально возможно. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы чего-то не понимаете, если вы что-то хотели услышать ещё подробно, пишите мне, пожалуйста, задавайте свои вопросы. У нас сейчас есть чат «Исцеление для всех». В этом чате мы можем с вами обмениваться своими результатами, мы можем задавать вопросы, мы можем помогать друг другу, делиться своим опытом. Для чего? Для того, чтобы мы все с вами были абсолютно здоровыми людьми. Абсолютно здоровыми людьми. Это есть первый шаг к процветанию, это первый шаг к своему развитию, потому что всё остальное бесполезно. Можно очень много знать, очень много изучать, можно очень много практиковать, можно быть философом изобилия и процветания, но если вы не сделаете этот первый шаг, всё это будет не так эффективно, как вам хотелось бы. Мы все заморочены материальными ценностями, нас всех волнует в первую очередь достаток, деньги, вот это всё внешнее. Мы хотим, конечно, мы хотим комфортно жить, мы хотим пользоваться. Я очень хочу жить комфортно, я хочу, чтобы моё тело получало удовольствие и от еды, и от развлечений, и от познаний. Для этого нам нужно тело физическое, чтобы мы переживали опыт, положительный опыт, чтобы мы могли наслаждаться этой жизнью, потому что природа, она позаботилась о нас, она создала для нас всё. И мы должны этим наслаждаться, мы должны этим наслаждаться и радоваться жизни. Как же мы будем это делать, если мы не сделаем всё то, что я вам сказала? Поэтому я вас благодарю за то, что вы меня выслушали сегодня. Я думаю, что эта информация кому-то будет полезной. Кто-то для себя услышал какой-то интересный момент. Возможно, вам пригодится это для себя, для ваших знакомых, да, потому что я вам рассказываю правду, да, может быть, слова не очень красивые, но я делюсь с вами своим опытом. Для чего? Чтобы вы не проходили этот опыт, да, чтобы вам не пришлось проходить самим это всё. Вы можете воспользоваться моим опытом и упростить себе задачу. В следующий раз я вам расскажу про паразитов. В следующий раз я вам расскажу про паразитов. Да, я вам расскажу очень интересную тему паразиты и Эйджел. Я вам расскажу, что произошло в компании Эйджел. Это будет отдельный вебинар. И там я поделюсь тоже опытом и расскажу вам очень много интересных моментов, после чего вам очень многое станет понятно, что произошло в Эйджел. Вы хотите это узнать? Напишите мне сейчас. Замечательно. Значит, мы с вами встретимся в следующий раз. Я спланирую своё время. И у нас будет тема паразиты и Эйджел. Всё, мои дорогие, я вас благодарю. Желаю всем прекрасного, замечательного вечера. Вот, благодарю вас. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...